Здравствуйте! В эфире «Город Эс» и Татьяна Дмитриева. Как стартовал отопительный сезон в городе и куда обращаться, если возникают проблемы? Мы об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя управления эксплуатацией ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Богдан Корчуганов. Здравствуйте, Богдан Юрьевич! Добрый вечер, Татьяна. Итак, вот мой первый вопрос, который я уже озвучила. Как стартовал сезон отопительный в этом году? Уже можно какие-то оценки давать? Ну, все мы понимаем, что он стартовал несколько раньше, чем обычно. В связи с чем? Добрый вечер. Во-первых, да, в городе действительно стартовал отопительный сезон. Он начался у нас 26 сентября. В этом году отопительный сезон мы начали немного раньше. Это произошло по той причине, что были изменения внесены в действующее законодательство, и органы местного самоуправления дали такое право объявлять отопительный сезон, скажем так, на усмотрение. Если раньше мы прекрасно помним, что было 5 дней до 8 градусов, то теперь эти дали права, поэтому отопительный сезон начали как бы пораньше. Видим, что на улице погода дождливая, всем людям хочется тепла. Да, в первую очередь, конечно, это объекты социальной сферы, с постоянным пребыванием людей, где людям холодно, поэтому отопительный сезон начали раньше. То есть это решение глава города принимает за его подписью, и это сейчас не так сложно. Сразу задам вопрос, а отключать отопление тоже будут по какой-то новой схеме, или тоже как-то считают температуру, или что? Безусловно, норма по температуре, она сохранена, но теперь внесены, как я уже сказал, дали право органам местного самоуправления. Ну вот как сейчас, погода вроде, она выше плюс 8, но ощущается за счет сырости, за счет влаги, она крайне некомфортна, крайне неприятна. Поэтому, как включать, так и отключать. А работа по включению идет в целом по городу, потому что мы знаем, что сейчас вот в связи с реформой местного самоуправления, районы, у них есть такая своя власть, полномочия, они сами могут, вот допустим, промышленный район принимает решение пока не подключать отопление, или нет, это исключено? Нет, это, начнем с того, что у нас в городе центральная система отопления в большинстве случаев. Это же источники, которые, если мы возьмем самарскую ТЭЦ, она, смотрите, кировский, промышленный, октябрьский, советский, то есть она проходит через многие районы и как бы задействованы достаточно. И если мы говорим о вот этих больших крупных источниках, они отапливают не один район, минимум три, а то и два. Два, три, некоторые и более. Как-то мы в одной из прошлых программ с вами говорили, и я спросила, когда начинается подготовка к топительному сезону, вы сказали, сразу после того, как вот он заканчивается и начинается. Хотелось бы понять еще раз, из чего она состоит, подготовка, потому что жильцы ощущают это вот, трогают батарею, тепло, значит все, значит начинается сезон. А вот представление о том, откуда все это идет тепло в наши дома, как все это организуется, не у многих есть. Подача тепла, она осуществляется в первую очередь, как бы давайте, какие структуры будут задействованы в этом. Это в первую очередь все ресурсоснабжающие и теплосетевые организации. То есть в первую очередь происходит включение источников, происходит подача теплоносителя по магистральным сетям, по внутриквартальным сетям. И далее сети тепло приходит уже непосредственно до объектов потребления. В этих структурах уже начинают задействованы управляющие компании, там организация социально-бытового обслуживания, то есть там школы, детсады. И после чего ее открывается и начинает, скажем так, идти в режим циркуляции. И тепло поступает уже непосредственно к потребителям. А если мы говорим о подготовке, с чего начинается, да, есть такая, как бы шутка, не шутка, не успели запуститься, начали готовиться уже к очередному. Безусловно, в первую очередь все мероприятия по подготовке городского округа к предстоящему отопительному сезону, они утверждаются постановлением главы городского округа. Поэтому туда включены все мероприятия, это и подготовка источников, это подготовка сетей, тепловых сетей, водопроводных сетей, электрических сетей, канализационных сетей. Также туда включаются мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы. Это и школы, и детсады, и объекты культуры, спорта. И все эти мероприятия, они отражены в постановлении главы. И, безусловно, как бы одним из таким основополагающих этого постановления является, что создается штаб, как мы привыкли все, штаб по подготовке городского округа к зиме. И осуществляется контроль за выполнением указанных в постановлении мероприятий. Понятно. В последнее время, и в частности, в наш канал показывало много сюжетов с совещаний, которые проходят в департаменте ЖКХ. Скажите, вот что требуется от работников сверхжКХ в связи с началом отопительного сезона? Почему так часто собираются такие совещания? И вообще, как можно оценить это начало? Были ли уже какие-то сбои? Мало ли запущено уже объектов и жилых домов отопления? Или нормально по этим датам? В целом, подключение, скажем, отопление идет прогнозируемо. То есть, если мы говорим про объекты социальной сферы, как я уже сказал, в первую очередь, это объекты с постоянным пребыванием людей. То есть, это больницы, школы, детсады. То здесь уже более 80% объектов этих подключено. Если мы говорим про жилищный фонд, то уже более 53%, это вот по оперативным данным на сегодняшнее утро, тоже уже жилищного фонда подключено. Поэтому все идет своим чередом. Таких чрезвычайных ситуаций. В нештатных ситуациях их нету, все контролируемо, все в работе. Но все-таки вот такие ситуации, каких-то, я даже не знаю, неполадок или чего-то, при подключении тепла в дома или вот в объекты социальные, они могут возникать? И на что в связи с этим нужно обращать внимание? И жильцам, и сотрудникам вот таких заведений, и может быть даже слесарю, который все это там регулирует? Ну, безусловно, ситуации, как их называют, технологические нарушения, они имеют место быть и могут они происходить. И в первую очередь на что обращать, то есть если идет подключение жилищного фонда домов, то жителям все-таки обратить внимание на свои приборы отопления, на стояки, потому что возможные повреждения возникают. Которые были незаметны, когда не было вот воды, да, в батареях? Безусловно, даже в проведении гидравлических испытаний и сам пуск, то есть они по-разному влияют на ту же систему отопления и возможно, поэтому, соответственно, подключение происходит только в большинстве случаев это в дневное время, чтобы таких, ну, скажем, происшествий не происходило, технологических нарушений. И, соответственно, людям просто быть повнимательнее, в принципе, информирование идет, когда все слышат, как начинают батареи булькать, шуметь. У меня тоже такой вопрос, в ночное время даже вот этот процесс шел, что вот запускается вот это вот и в ночное время, или под утро вот где-то, потому что я даже проснулась от этого. Это вопрос в том, что идет, у нас в городе более тысячи километров тепловых сетей, поэтому их сейчас все необходимо раскрутить, заполнить, выстроить режимы, то есть это достаточно, ну, скажем так, сложный технологический процесс, идет постоянное, то есть по мере подключения потребителей включаются дополнительные насосные, поэтому и система выгоняется в воздух, ну, то есть, поэтому вот батареи булькают. Да, ну, надо же, сети кажутся где-то далеко, а вот батареи уже все это ощущать. Кстати, вот вопрос изношенности сетей. Говорят, что высокий достаточно процент у нас в городе, это как-то отражается вот на отоплении, на том, что будет оно, не будет, какие-то там порывы или что-то, вот как это все взаимосвязано? В первую очередь изношенность, она есть, ее никуда не денешь, как бы это первый момент. Второй момент, вот при подготовке, как бы основные акценты-то и расставляются на те участки тепловых сетей, которые имели технологические нарушения в прошедшем отопительном сезоне. То есть, если были повреждения, значит, эту сеть уже начинают ставить в ремонт обязательно. Плюс предприятиями тепловых сетей выполняется диагностирование сетей, то есть сеть, отработавшая нормативные сроки, диагностируется и принимается решение. Или она ставится в капитальный ремонт, или же оформляется допуск продления срока эксплуатации. То есть, вот в летний период, когда мы видим, что огорожено, разрыт, это как раз тепловые сети перекладываются. Да, 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 доставляется неудобство нашим любимым гражданам. Ну, город готовить надо, да, правильно. А есть какие-то цифры, чтобы мы понимали, вот масштабность по перекладке сетей, вот сколько перекладывается вот в это лето, допустим, до начала отопительного сезона? Как этот процесс идет? По тепловым сетям объем переложенных, капитально именно отремонтированных сетей, он порядка 8 километров. Это тепловых сетей, это я говорю сейчас за всех субъектов тепловой. Если мы говорим про водопроводные сети, более 6 километров, если говорим за канализационные, то более 2 километров. Электрических сетей порядка 29 километров было заменено. И, скажем, это то, что капитально отремонтировали, но помимо этого еще восстанавливалась и изоляция на участках, устранялись аварийные участки, те, о которых я говорил. Понятно. А какая работа требуется от ресурсоснабжающих организаций? Вы сказали, что они тоже задействованы в этом. Перед началом отопительного сезона, что они должны, как подготовиться к нему, что они должны сделать? И как город может на них влиять, контролировать? Ну, я же уже говорил про постановление, вот эти все мероприятия и по перекладке тепловых сетей, и по проведению гидравлических испытаний. Все это, вот чем занимаются ресурсоснабжающие. На самом деле у них существует очень много всевозможных технических регламентов, определяющие мероприятия, которые ресурсоснабжающая организация обязана выполнить. Это и начиная от подготовки непосредственно самого оборудования и, скажем, технологического комплекса, заканчивая подготовкой того же персонала. То есть персонал должен пройти обучение, потому что зачастую это является опасными производственными объектами. Это и проведение тех же тренировок. То есть в этом году мы тоже провели тренировку. Профилактическая такая работа. А вот тренировка, а как она, в чем заключается? Что что-то прорывает где-то или не... Ну, создается, как ее называют, легенда, что якобы где-то что-то происходит. И на фоне этого отрабатывается взаимодействие диспетчерских служб, отрабатывается... Как я вот начал говорить, в этом году мы реально в летний период разворачивали передвижные тепловые центры. То есть, по легенде, у нас было прекращено теплоснабжение семи домов в поселке Управленческий. Вот разворачивали передвижные тепловые центры. У нас для информации... Да, кстати, а сколько всего у нас в городе? У нас их четыре в городе передвижных тепловых. Это вот на случай какой-то чрезвычайной ситуации в хотельной или где-то, да? Да, да. То есть уже были случаи применения, когда они действительно подключались. Ну, будем надеяться, что обойдемся без них. Да, что обойдемся. Ну и в крайнем случае не останемся уж без тепла, если они есть. И действительно такой хороший стратегический ход. Вы упомянули диспетчерские службы. И хочется узнать, вот если, допустим, нет отопления, уже объявлен официально отопительный сезон, но нет в квартире или где-то в объекте социального даже назначения отопления, куда звонить, когда все это, куда сообщать старшему по дому или в какие-то сразу службы, или что? Или как действовать? Вот мерзнет один день, два, три человек дальше. На настоящий момент, я вот уже сказал, что это огромный технологический комплекс. Сейчас идет поэтапное подключение. Ориентировочно с 10 октября мы откроем работу горячих линий. Также будут, как и все предыдущие года, работать горячие линии. Будут горячие линии как и районные, так и в городе будут они созданы. Все телефоны этих горячих линий в средствах массовой информации мы разместим. И если к этому периоду у кого-то, скажем, не дойдет тепло до батареи, тогда необходимо обращаться. В первую очередь, конечно, надо обращаться в управляющую компанию, если нет понимания, что ситуация не меняется. Для этих целей вот как раз горячие линии. Все эти адреса берем на контроль, и пока последний адрес не будет отработан. К 10 октября ждать и телефонов, и можно уже звонить. Да, и телефоны горячих линий будут. И вопрос по компенсации вот таких негативных моментов, что вот нет тепла. Можно это как-то в денежном варианте потом компенсировать? Или вот как быть? Если должно быть, а нет. Но это не обязательно при начале подключения, а потом, допустим, осенью уже раз, холодная батарея, несколько дней. Такое может быть, и как это возможно компенсировать? И нужно ли этим заниматься, или можно в принципе? Я считаю, что этим необходимо заниматься. Это воля и заявление каждого гражданина. Все эти порядки, они законодательно предусмотрены. Это в 354-м постановлении как раз. И ситуация, как бы, и методика получается следующая. Если у тебя, неважно, отопление, горячая вода, холодная вода, если какая-то услуга оказывается или оказывается ненадлежащего качества, то информируется управляющая компания, вызывается представитель, составляется соответствующий акт о оказании услуги ненадлежащего качества. И гражданину, это все носит заявительный характер, обращается и делается перерасчет. То есть управляющая компания обязана сделать перерасчет. Если по каким-то, не знаю, причинам вдруг управляющая компания не реагирует, у нас существуют советы многоквартирных домов. То тогда, помимо, если управляющая не вышла, берется два человека, старший по дому, как мы их любим называть, составляется также акт, направляется в управляющую компанию и требуется перерасчет. И по этим документам обязаны, соответственно, сделать перерасчет. Ну вот есть еще такая оборотная сторона медали. Те жильцы, собственники жилья, которые не платят за вот ЖКХ, за услуги, предоставленные уже сферой ЖКХ, вот как это может отразиться на том же отоплении? Или еще каких-то, чтобы это понять? Это все так же сложно? Или, в принципе, сейчас уже это как-то можно регулировать? Нет. Во-первых, то, что каждый собственник, наниматель, у нас законодательно предусмотрено, что он обязан оплачивать эти услуги. Но платят не все, и у нас задолженность-то по городу приличная. Задолженность у нас по городу есть. Вопрос заключается в следующем, что в этом году, в прошлом году, точнее, были внесены изменения в законодательство. И с этого года уже появилась обязанность, если не своевременно оплачивать, что уплачивать штрафы и пени. То есть теперь управляющие компании обязаны даже начислять пени за просрочку. А как это влияет? Безусловно, это влияет, потому что все организации жилищно-коммунального комплекса, как правило, это регулируемые виды деятельности. Это тепло, это вода, это все учтено в тарифах, это учитаны все производственные программы, все ремонтные программы. Поэтому от своевременности поступаемых оплат и как бы зависит, я не скажу, что совсем напрямую, но зависит и насколько быстро, оперативно будут выполняться те или иные вопросы. Да, и качественно тоже, наверное, потому что это все тоже на качестве. Ну и на качество я бы не согласился. Нет, да? Так, ладно. У нас есть сюжет на тему того, как начался отопительный сезон в этом году в Самаре. Давайте его посмотрим, а затем продолжим разговор. Шерстяные носки и теплые пижамы отправляются на дальнюю полку в шкафу. Один к ворот винта, и в дом пошло тепло. Магии никакой. Процесс давно отработанный, да и все лето готовили систему к отопительному сезону. Но все равно слесарей и сантехников в это время олицетворяют с добрыми волшебниками. Процесс тут занимается. Сначала дом заполненный, просто включаем на циркуляцию, через обраточку задавливаем и потом сбрасываем в воздух и все. В первую очередь подключают отопление в детских садах, школах и больницах. Те соцобъекты, что находятся на первых этажах жилых домов, не исключение. Для жителей этих домов приятный бонус. У них первых потепляют батарею. У всех остальных отопление будет подключено до 10 октября. Опасения вызывали дома, где в рамках программы капремонта меняли систему отопления. Но городские власти держат эти адреса на контроле. По поводу пуска тепла и всей недоделки районам обращаю внимание на фонд капремонта и те ремонты, которые сегодня, они могут выплеснуться на РУЖУ. Чтобы мы вот эту ситуацию понимали с вами об этом и больше на эту тему не говорили. Каждый день в пять вечера первому вице-мэру докладывают оперативную обстановку. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. А через две недели начнет работать горячие линии по вопросам отопления. Действительно, как вы сказали, штаб, такая вот ситуация, видно, что все задействованы, все регулируется, контролируется. А мне интересно, как происходит оценка готовности. Вот когда вы уже знаете точно, оцениваете, что можно давать тепло в жилые и нежилые объекты. Вот как это все? Кто задействован? Я бы, наверное, немножечко здесь поправил. Оценка готовности не когда можем давать уже тепло, а оценка оценивается как потребители, так же и ресурсоснабжающие организации. Готовы ли они к отопительному сезону? А потребители как могут быть готовы? А что зависит от нас? Да, как мы можем быть готовы к отопительному сезону? Вы просто потребитель не является гражданином, а потребителем является управляющая компания, товарищество собственников жилья, школа, детский садик. Это все называется потребители. У нас есть такой приказ 103 госстроя, который определил перечень, какие документы, это как раз мы с вами ранее уже говорили, что готовить, как готовить. И там определено, что должны подготовить потребители, что должны подготовить ресурсоснабжающие организации, теплосетевые организации. И в органе местного самоуправления в городе создается комиссия по оценке готовности. В состав этих комиссий, если мы говорим о потребителях, то обязательно входят представители государственной жилищной инспекции, представители ресурсоснабжающих организаций. Все, хотел сказать по-старому, районные администрации, администрации внутригородских районов. И эта комиссия принимает комиссионные решения и выдает такт, готов потребитель к отопительному сезону или не готов. И вот как раз мы с вами буквально 5 минут назад обсуждали тему долгов. На комиссиях это является одним из критерием наличия неурегулируемых задолженностей. Поэтому от этого напрямую зависит получение паспорта готовности потребителя. Соответственно, если потребитель не получает паспорт, он что у нас обязан продолжить подготовку. У нас оценка готовности потребителя проведена. 1277 потребителей получили они паспорта. Сейчас в настоящее время ведется оценка готовности ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций. Здесь уже иная комиссия. В этой комиссии уже участвуют представители Ростехнадзора. И как раз вот то, о чем мы и говорили, ресурсоснабжающие организации представляют документы о выполнении всех технических регламентов. Это и тренировки, это и проведение гидравлических испытаний, наладок. Огромный комплекс. И, соответственно, после этого принимается комиссионное решение. Готовы, не готовы. Да, у нас в связи с тем, что у нас такой климат, вот отопительный сезон, он довольно длительный. И я думаю, что, конечно, все занимаются теплосберегающими какими-то технологиями, внедрением их. И тем более, что сегодня время экономии. Вот как это все развивается, о чем нужно потребителям помнить, чтобы все-таки не тратить вот так вот в пустую, может быть, что-то, как тепло. А вот этим заниматься. Или, в принципе, сейчас этого уже нет, такой вот работы? Нет, эта работа есть, она ведется. Где-то, если мы говорим о потребителях, ну, скажем так, локально, на уровне многоквартирного дома, то в большинстве случаев, если мы говорим про ТСЖ, они практически уже все приборились. Если мы говорим дома, которые находятся в управляющих компаниях, то у них также идет процедура приборивания. То есть все мы в конечном счете должны перейти на приборы учета общедомовые и платить именно за ту услугу, которую получили. Или за те ресурсы. Да, вот это очень важно. Соответственно, здесь надо не забывать очень, как бы, большое поспорие. Это когда идут ремонты инженерных коммуникаций, проводимых фондом капитального ремонта как раз. Вот, наверное, тоже слабое звено какое-то, да? Потому что нет гарантии, вот провели ремонт, а вдруг там что-то не то и не так. И при подключении отопления что-то выявляется какое-то. Мне кажется, не надо так переживать, потому что в любом случае все работы после того, как выполняются, обязательно проводятся гидравлические испытания. Если мы говорим про многоквартирный дом, в рамках подготовки выполняется промывка системы, выполняются гидравлические испытания. Когда вот как раз и появляются слабые места, куда обращают внимание там управляющие компании. Причем это управляющая компания делает не самостоятельно, а она предъявляет это ресурсоснабжающей организации. Тем самым, как бы, происходит процесс контроля за выполнением данных работ. Понятно, да, потому что я подумала, что это же новое, там капитально все ремонтируется, и мало ли что. Даже если новая, та же сеть, та же инженерная система, какая любая, после выполнения монтажных работ обязательно производятся гидравлические испытания. А вот то, что в подъездах многоквартирных домов заменяются окна на пластиковые, это же тоже какое-то... Это тоже безусловно. ...к этим технологиям теплоосберегающим? Конечно, это теплоосберегающая технология. Также видим, что производится ремонт фасадов с их утеплением. Это тоже технология энергосбережения. Устанавливается система погодных регулирований в многоквартирных домах, устанавливаются приборы. Это все является комплексом мероприятий по энергозабережению. И в конечном счете переходу жителей на оплату приборов. А есть вот на сегодняшний момент лидеры района подключения к теплу, которые всегда все хорошо делают? Такое есть или в принципе планомерно по всему городу эта работа проводится, вне зависимости от района, еще от чего-то? Работа ведется на самом деле планомерно по всему городу. Кого-то сильно выделить или кого-то такого, наверное, нет. В целом идет, как я уже сказал, нормальная плановая работа. Понятно. А итоги? Ближе к десятому посмотрим. Вот там уже, наверное, и наметятся у нас лидеры и отстающие. И у нас остается буквально одна минута. Все-таки все мы потребители энергии тепловой. Какие-то советы горожанам? Потому что мы должны вместе. Не только одни потребляют, другие доставляют. А вот как правильно себя вести при подключении? Еще какие-то советы именно в эти моменты? Мне кажется, мы достаточно этих аспектов сегодня в вашей программе обсудили. Советы. Быть крайне внимательными при подключении, потому что идет заполнение систем, идет пуск, постановка на циркуляцию. В целом ничего такого происходить не должно и не может, потому что как дома, так и сети, и источники, все это готовится в течение летнего периода или межотопительного сезона. И для нас, скажем, коммунальщиков, это нормальная плановая работа. Для вас-то, да. А оценку нам давать будут уже наши горожане. Ну, надеюсь, что в этом году оценка будет хорошей. Уж на пять с плюсом не знаю как, но то, что хорошо, будем надеяться. Спасибо за то, что пришли, информировали нас о том, как идет процесс подключения и что требуется от нас, потребителей, энергии и тепла. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...